всем привет меня зовут алексей канала горошки беларусь сегодня 16 августа ситуация такая что сейчас эту неделю очень сильная жара 25-28 градусов и очень теплые ночи градусов 18-20 поэтому тут вроде как и должно вот развитие начаться а тут вроде как как скоро конец сезона и надо помочь лозе вызреть поэтому хотя два дня тому назад я сделал полив еще молодых саженцев всех скажем кустам которым по года четыре вот так пролил не сильно но увлажнил почву вот и значит что очень сильно мильдиусаидиум бушует у меня поэтому очень многие химии было вылито чтобы это все остановить я в принципе остановилась и вот сейчас два дня тому назад я взял монофосфат калия и разводил я его 80 грамм на 8 литров и опрыскивал по листу чтобы ускорить возревание лозы и от монокалий фосфата улучшается закладка почки на следующий год поэтому что еще еще говорят что монофосфат калия точечно скажем прибивает мильдию местно поэтому ну да кое-где остановилась единственное что сейчас покажу после него остается вот такой белый налет на ягодах тоже но ничего страшного в общем то не знаю кто выращивать на продажу тому надо как-то будет очищать мне как для себя так не сильно этот вопрос волнует что еще это я вот одну обработку сделал и еще планирую 3 ну хотя бы 2 то что там про интервал пишут в районе 15 дней вот поэтому ну через неделю чуть больше там через дней 10-15 надо будет делать еще одну обработку что еще алешин кино это не сильно помогло то что так смотрю по прижигала конечно но я вот эту неделю полторы назад делал обработку но вот эти вот верхние листы видите не сильно им помогло но жара и иногда идет моросящий дождь влажность поэтому возможно это уже дальнейшие последствия поэтому ну сейчас остается что периодически брать и обрабатывать чем-то ну можно попробовать содом йодой йодом кстати и попробуем может как-то поможет дальше что еще алешинкин начинает потихоньку желтеть кое-где ягоды на отдельных формах размягчаются кое-где только набирают в размерах поэтому ситуация такая но болеет только алешинкин очень сильно то что остальные кусты я смотрю все чистые все хорошо по ягоде тоже аидиум я остановил растрескавшиеся ягоды я поубирал что еще сделал с утра веонистую часть побегов я обчеканил все точки роста поубирал но погода такая что пасынки просто поперли сейчас нужно постоянно следить за это за этим и постоянно останавливать рост настолько вот сегодня у нас комфортная температура ну кроме алешинкина особо хотя нет ягода вот только-только у меня начинает размягчаться поэтому обработки надо делать а времени уже химия работать нету но это вот алешинкин желтеет ягода вся вроде бы чисто может где-то что-то пропустил но периодически хожу удаляю кстати с такой дозировкой лист не по обжигался нормально вот кое-где хлорозит и летелец такой но это наверно магния не хватает можно конечно может поздновато но можно попробовать магнием пройтись там и серо вроде как присутствует чтобы можно на алешинке не попробовать но вот на концах на последних побегах кстати может кто может подсказать напишите стоит или нет но если на времени раздумывать тоже нету вот видите вот этот зеленая ягода дубовая вообще врос не идет ну а молодые саженцы все врос пошли очень сильно вот аладин просто пасынки с ней прут и прут вот за два-три дня столько копчеканился все опять по-новому выросла по три-четыре листа у аладина ягода мягкая уже тоже кое-где желтеет это сигнальный на полу дуношения нет не сигнальная сигнальная в прошлом году была одна грузочка а это уже второй плодоношение поэтому такой вот коротенький ролик ну лоза кое-где просто желтая а кое-где уже начинает краснеть повторюсь каждые дни 10 буду делать обработку опрескивания по листу монофосфатом калия буквально чуть-чуть только начало какой то есть так как прошлый год был очень плохой по вызреванию лозы то в этом году очень важно не не пропустить это и обязательно делать вот эти вот обработки чтобы помочь лозе вызреть и подготовиться к зиме ну и повторюсь также это поспособствует лучшему лучшей закладки почки на зиму ну и понятно для плодоношения на следующий год да так что год этот сложновато прошлом году думал сложно оказывается нет этот еще хуже так что вот такой коротенький ролик если хотите помочь лозе вызреть делайте калийные обработки по листу хороших урожаев вам всем пока до новых встреч